здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи питали пункта сегодня у нас пятница по пятницам как всегда у нас открытый микрофон 26 июня поговорим сегодня точнее подытожим результаты битвы которая была у нас понедельник и среду также дадим новые рекомендации по рынку и скажем ключевой уровень который у нас есть на сегодня итак давайте начнем в таком случае евро доллара по евро доллару что мы говорили на этой неделе 1 понедельник кто смотрел битву советовал в этом диапазоне покупать евро со стопом за минимум пятничный мы сделали неплохое движение вверх около полторы фигуры почти неплохо дальше здесь был неплохой локальный паттерн среду на понижение я советовал в этом диапазоне шортить со стопом за хай вторника мы тоже неплохо сходили вниз там более 2 фигуры с копейками неплохие скажем и результаты получились по евро доллару каких-то скажем долгосрочных есть рекомендации я пока не давал почему потому что по евро сейчас ситуация полностью скажем не непонятно куда он пойдет вверх или вниз на сегодня а что я могу посоветовать по евро доллару это быть не рынка мы так неплохо заработали понедельник и среду на движениях которые были но какие у меня предпочтения на текущий момент в общем по евро доллару евро доллар пока зажат скажем таком небольшом диапазоне нижняя граница 1165 и верхняя граница в районе там 113 один 1350 диапазон у нас на достаточно достаточно широкий для евро 180 пунктов что я могу сказать данный момент если кто шортил евро среду я говорил что сделку возможно скажем удерживать и среднесрочно но обязательно потянуть стоп без убыток и часть закрыть я уже писал комментариях потому что у нас здесь возможны разные варианты но на данный момент я предполагаю что евро может сходить дальше вниз смотрится или сегодня мы пойдем в секущих падать будем пробивать 1165 или мы еще сделаем небольшую коррекцию и эта коррекция уже покажет скажем если она будет небольшая это в диапазоне да то наверное с понедельника здесь будет формироваться шо я уже на битве посмотрю и так далее уже подробно буду понимать что рисуется или второй вариант мы падаем сегодня секущих и пробиваем вот этот минимум прошлой неделе и уже будем наблюдать за реакцией на данный уровень если здесь будет ложный пробой данного уровня это будет сигналчик тому что стоит присмотреться евро на следующей неделе к возможно покупкам но скажем нужно будет посмотреть подождать что здесь нарисуется и уже принимать это решение пока я настроен по евро медвежьи по медвежьему кто шортил может часть удерживать часть обязательно закрыть почему все возможно да мы можем сегодня даже сделать такое движение наверх большое да и это уже будет говорить о том что здесь скорее всего будут преобладать скажем среднесрочные покупки выше 1 14 1 20 таком формате поэтому и так неплохо заработали поэтому кто шортил евро советую дальше придерживаться данных сделок и так что у нас еще было на этой неделе доллар франк по доллару франк у нас тоже неплохо получилось это неделя мы сходили как неплохо в шорт понедельник если этого в этом диапазоне шортить мы неплохо падали тоже практически одну фигуру и в рост мы сделали практически тоже почти фигуру среду здесь светл покупочки аналогично по доллару франку если кто придерживался моих советов советов покупал франк здесь обязательно часть закрыть нужно 50 процентов или там сколько вы желаете сделка в безубыток аналогично как и по евро жду скорее всего сегодня роста доллара по отношению франку наверно но не существует альтернатива мы можем стекущих очень сильно валится вниз аналогично как и по евро поэтому сделка должна быть без убытки этом не альтернативный сценарий вниз почему у нас здесь есть тренд достаточно сильный вниз и мы можем падать но есть нюансы здесь скажем в этих зонах вот первое очень хорошо откупили цену второй раз откупили хорошо цену это мне показываешь скорее всего данный тренд который вниз его захотят сломить но в каком формате это время покажет или локально как-то в таком диапазоне да и потом вниз глобально или скажем будем разворачивать это время уже будет показывать и рекомендации на кубку были если кто их пропустил может сегодня рискнуть воспользоваться дальнейшем движение потенциально наверх я здесь конечно нюанс такой небольшой что дополнительные по франку скажем вот такие моменты которые сегодня я на них именно конкретно сегодня я уже два раза ошибался это было скажем вот в данном диапазоне один раз и второй раз скажу вот да вот это один вариант и второй здесь тоже думал логи изначально но потом ситуация менялась я уже скажем через день-два я менялся свое мнение поэтому сейчас аналогично пока я придерживаюсь он бог если ситуация будет меняться сегодня будет сильное падение на таком случае я переключу глобально уже с понедельника на шорт аналогично как евро я уже сказал дальше что у нас по фунту я пока по фунту думаю что здесь будет шорт аналогично как и по евро у нас среду достаточно хорошо продавили цену вниз и мы будем падать или секущих вариант и второй вариант будем тестировать вчерашний хай с понедельника вторника рассматривать в таком диапазоне вчерашний хай это у нас будет уровень локальный скажем аналогично или мы падаем секущих или еще идет откат небольшой дальше будем смотреть поэтому ждем понедельника там уже будут более возможно другие варианты какие-то так что интересного австралийский доллар новозеландский доллар аналогично здесь у нас находимся возле сильной поддержки нзд у нас получается 064 10 сильная поддержка посмотрел еще прошлый обзор по нзд здесь рассматриваю шахты мы локально падали дальше снова откупили дом до убирали позицию принципе в рамках шартового паттерна кстати одна из моих учениц шар тела евро нзд в среду достаточно неплохо мы отпадали там около на шар тела по 70 мы отпадали 60 пунктов принципе здесь можно было или закрыться или часть закрыть часть составить потому что скажем такое ощущение что будем пробивать но нужно вначале пробить уровень поддержки мы его достаточно долго удерживаем это у нас сильный уровень с этого уровня мы можем уйти наверх что-то похожее как и по евро доллару если взять чуть-чуть другой формат более красивый и вот по евро очень-очень сильно похожи все смотрится пока на на рост доллару до столицы доллара доллар аналогично аналогичная картинка вот если прям перескочить и вернуться к индексу доллара на вот у нас понедельник где-то мы вот здесь торговались я советовал на шаргить мы неплохо отпадали и отпадали мы к уровню поддержки хорошим еще было на позапрошлем деле я предлагал шарки где-то в этом диапазоне индекс доллара он скажем не пошел идея мы сходили чуть чуть выше но дальше скажем было повторная рекомендация на шорт мы неплохо отработали что у нас на текущий момент очень похожая картинка индекса доллара с аргийским новозеландским долларом евро долларом то есть у нас идет широкий диапазон желательно скажем подождать чтобы мы вышли за границу вот этого диапазона и в таком случае у нас откроется путь наверх по индексу доллара на текущий момент конечно я не веду такие моменты торговать сейчас покупки это что-то похоже очень доллар франк сейчас покупку на евро доллар шорт да это на пробой уровня на я такие моменты не люблю сильно торговать больше отбоев от уровней поэтому скажем рынок очень похож поэтому подытожим таком формате если вы пожелаете скажем удерживать те позиции которые я советовал прошлый раз или открывать новые какие-то то иметь ввиду что очень похож по всем форматам по всем парам этому минимум минимум торговых моментов чтобы не получить это первое дальше что у нас интересного есть укрыто рынку bitcoin bitcoin очень красиво сходил вниз если кто смотрел мой обзор пятницу прошлую советовал здесь шортить bitcoin он принципе локально сходил вниз я показывал еще сделочку своей ученицы у нее была сделка вот здесь открыто шорт она вышла по без убытку вынесла и я советовал позавчера в среду шортить bitcoin снова то есть вот картиночку и подготовил скриншот с закрытого клуба трейдеров 24 июня говорил что возможно кровать сделки шорт что-то похоже было на где-то в районе там 10 9 10 июня если посмотреть график биткоина если все все смотрели битву трейдеров где-то в этом диапазоне я советовал шортить bitcoin мы неплохо сходили вниз сейчас аналогичный паттер нарисовался раз ходили неплохо и второй раз ну там скажем пока небольшие движения в районе 500 долларов и диапазона там 200 до 500 долларов зависимости где войти но скажем анализ правильный на текущий момент кто скажем удерживает шорт биткойна еще с хая где мы давали в районе там 9 800 долгосрочно да то принципе потенциал снижения есть желательно конечно мы никак не можем пройти уровень поддержки 9000 если мы уже ниже этого уровня закроемся сегодня или на выходных я думаю что здесь откроется хорошая дорога в район 8000 возможно 7000 это уже нужно будет там смотреть сопровождать свои сделки но пока скажем удерживаются позиции идеи на шорт по данному инструменту ну еще желательно пройти 9000 чтобы эти шорты были скажем имели потенциал так золото по золоту по золоту пока последний неделю с прошлой пятницы золото не идет в том направлении которым я ожидал если взять золото вот эти все диапазоны которые я советовал вот здесь шарки золотом здесь шарки золото дальше еще шорт советовал вот эти все моменты они отработал отрабатывали еще с мая до середины мая прошлый обзор который я советовал на шорт за исключением того что если вы ранее шар или можно пробовать но скажем здесь была очень сложная ситуация она была скорее даже ломбовая ну я пока придерживаюсь что глобально золото вьет шорт и скажем против прошлый раз паттерн не говорил подчеркнул что он был не очень то на сегодня есть какие-то посылки на возможный шорт уровень ключевой это 1765 мы к этому уровню сделали ложный пробой и скажем не исключаю что мы сегодня можем хорошо улететь вниз второй вариант мы еще набираем позицию пятница там же понедельник вторник уже понедельника вторника возможность снижения по данному активу если мы дальше будем падать и сможем все таки закрепиться ниже уровня 1742 я на этот уровень акцентировал внимание там уровень 1742 1745 плюс-минус несколько долларов если уже мы закроемся вот здесь где-то в этом диапазоне я думаю откроется дорога хорошая вниз по золоту если кто-то будет использовать рекомендацию на шорт по золоту желательно рекомендацию риск на сделку до одного процента можно и больше но это по желанию почему один процент потому что идея рискованная но потенциал хороший поэтому можно ее использовать дальше у нас что у нас еще осталось такого хорошего это нефть по нефти давайте проанализируем хронологию моих рекомендаций по нефти за последние два месяца на всех битвах которые я участвовал в мае в июне у меня была такая хронология даже конец апреля советовал покупки все время покупки только у меня была если кто смотрел битву в районе конца мая вот здесь советовал шорт локально отработались раз дальше только покупки была у меня покупка при пробое тридцать четыре шестьдесят шесть в этом диапазоне в этом диапазоне покупка рекомендация очень хорошо отработала смотрите дальше была идея на шорт на битве в этом диапазоне вот здесь я давал на шорт отработались локально то есть можно было заработать на покупке очень хорошо на шорте и в среду на битве как бы был вариант на шорт он был не сильно надежный но все таки я больше придерживался к шортам на текущий момент то что я писал я ждал сильного снижения вниз оно в принципе произошло сейчас идет коррекция к этому снижению конечно здесь ситуация не такая слишком и красивая на шорт но она возможная она формируется скажем пока все не на пять с плюсом я думаю что это формирование данного фактора на шорт еще будет несколько дней поэтому ближе к понедельнику среде я уже скажу что я ожидаю по нефти марки light бренд в принципе аналогично поэтому не буду припрыгивать и на этот и на этот момент напомню здесь была кстати дивергенция неплохая дневная поэтому скажем здесь все возможно пока я медведь по нефти на данный момент скажем точки входа они есть но они в среду сильно рискованы из текущих 39 можем конечно еще где-то в районе там 40 протестировать плюс-минус нефть тоже если будете использовать рекомендацию на понижение риск на сделку от объема депозита до одного процента по желанию можете больше но сделка контртренд пока сигналы не сильные на снижение но они существуют пока все по нефти и смп 500 смп 500 что здесь можно сказать если кто смотрел обзор еще с прошлой не прошлое 5 а поза прошлой 5 здесь вот этот импульс который пошел после него будет коррекция хорошая мы будем рассматривать оно принципе так и произошло но есть один нюанс то что есть понятие такого как хорошего паттерна красиво да графического вот то что здесь формировался но скажем очень все такое ну мне оно не нравилось формате структуры если бы оно было так как я думал вниз красиво так наверх медленно в таком формате я бы сказал здесь шорт здесь во-первых скажем советовал бы конкретно шорт но здесь так вы купили резко потом здесь какое-то непонятное движение да и оно мне сильно не нравилось и поэтому никаких рекомендаций не давал поэтому на данный момент возможность снижения по индексу СП 500 здесь уже явно хотят завалить рынок вниз можно пробовать шортить со стопами где-то за эти максимумы да мы их можем еще в принципе протестировать потом вниз здесь здесь все очень-очень что что касается индекса до джонс что СП 500 что NASDAQ NASDAQ там чуть-чуть по-другому он формируется но очень некрасивый поэтому если я что-то советую то мне нужно чтобы паттерн был красивый да он сформировал что-то понятное если он скажем делает не то движение которое я ожидаю то я возрешусь от рекомендаций итак в принципе на этом все ключевые уровни есть есть рекомендации по некоторым инструментам ждем следующих обзоров ждем следующих битв там уже будут конкретно более рекомендации на битвах скажем с точками входов с постановкой стопа с профитом и так далее если будут вопросы по поводу обучения пишите в личку мои контакты под видео можно найти если какие-то общие вопросы пишите в комментариях под видео с вами был Виталий Кухта открытый микрофон до следующего обзора